Что такое благочестие? Благочестие — это клад внутри сердца за добрые дела. Как он выглядит в жизни? Вот, допустим, у человека светлая память. Это когда человек думает светло о людях. В следующей жизни, и даже в этой, может быть, он получает светлую память. Светлая память означает, он всё помнит. Но почему он всё помнит? Потому что он культивировал светлую память о людях. Когда человек культивирует плохую память, у него там всё забывается, потому что всё плохое не может держаться в голове, она разрушает психику. Поэтому человек всё забывает. Вот всё, что он плохое в жизни делал, он не помнит об этом. Вот бросил кого-то — уже забыл. Ещё что-нибудь плохое сделал — забыл. Хорошее — помнишь. И что такое светлая память? Почему у человека благочестие, вид благочестия, светлая память? Всё помните. Вообще есть люди, которые вообще ничего не забывают. Это значит, что они только хорошее думают о других. Всё. Вот эта аскеза даёт хорошую память. Запомнили? Это вот вид благочестия. Теперь, допустим, иногда люди имеют хорошую речь. Вот бывает, человек говорит, он не нравится речь. А бывает хорошая речь, нравится. А это вид благочестия. Откуда берётся хорошая речь? Если ты добрые слова людям говорил в прошлом, у тебя в этой жизни будет хорошая речь. Ну, то есть, добрая речь. Это вид благочестия. Или, допустим, человек выглядит красиво. Красивым выглядит. Кто такой красивый человек? Красивый человек — вот красивая женщина. Вот красивый. Красивый — это верный человек. Вот ты верный был в прошлой жизни, у тебя правильные черты лица, всё правильно. Вот это вид благочестия. Дальше. Если человек, допустим, не обманывает честный, то он обретает ясновидение. Ясновидение означает, что ты видишь правильно. Если ты не обманываешь, то перед тобой, ну, как только обманул, сразу муть. Ты сразу идёшь в пропасть, потому что ты обманул сам себя прежде всего. Вот. А честно всё делаешь, значит, ты будешь всё ясновидеть, будешь чувствовать события, всё. Не обманывает человек никого. Значит, ясновидящий. Вот. Это виды благочестия. Допустим, человек, который может быть начальником. То есть такой вид благочестия, ответственность на себя берёт. Человек, который заботился о людях в прошлой жизни, в этой жизни рождается начальником. Он обретает силу, которая привлекает людей. Люди смотрят на него и подчиняются ему. Почему? Они потому что хотят заботы от него. Они чувствуют эту заботу. Он такой соткан из заботы. Значит, начальник. Понимаете? То есть всё доброе, что человек делает, превращается в конечном счёте его сердце в силу, которая привлекает к нему людей. Это называется, сила называется благочестие. И она рождается вместе с человеком. Человек даже рождается в такой семье, которая вот, если что значит богатая семья? Это значит, люди в прошлом делают добрые дела. Теперь смотрите интересный момент. Вот люди, допустим, в прошлой жизни много-много добрых дел делали, да? Накопили благочестие, но к Богу не шли. Результат какой? Они в следующей жизни рождаются богатыми и начинают просто балдеть от этого богатства. Вот это же. Богатые означают, что париться? Всё же классно. Зачем на лекции ходить? Ты кому лекции читаешь? Посмотри. И ты сам кто посмотри вообще? Я вам передаю слова одного человека богатого. Ко мне, ну, меня попросил один богатый человек. Он там в Москве высотки строил, вот эти вот высокие дома там целые, там сити там. Вот. И он как бы говорит, ну, пригласите его, чтобы он меня проконсультировал. Я там к нему захожу в кабинет, он такой сидит. Чё можешь? Я говорю, я не знаю, вы спросите, чё вам надо. А мне ничего не надо. Чё можешь? Я говорю, я ничего не могу. Вот люди просят помощь, я помогаю. Понятно. Так скучно ему стало. Ну, поговорили, короче. Я ему честно говорил, ну, кто получает что. Он сидел, как бы, слушал меня такой. Ему очень неинтересна была такая беседа. Он вообще хотел, чтобы я перед ним прыгал на задних лапках. И чтобы он мне дал немного бабла за это. Ну, и убедился, что вот, типа, ну, чё он там за праведник, типа. Вот я его купил. Вот. А он просто, ну, нарвался не на того. Мы с ним поговорили. Я ему сказал про его будущее. Он так получилось, потом в тюрягу попал там и так далее. Вот. И когда я выхожу, там эта сидит такая. Секретарша. И говорит, сколько стоит ваша консультация мне? Такая, я говорю, я за консультацией никогда деньги не беру. Она такая... Такую гримасу сделала. Ну, что сделать? Я не всем могу быть радостным и счастливым. Пошёл дальше. Вот это вот результат того, что человек делает добрые дела, а к Богу не идёт. Понятно, зачем нужна вера? Потому что если ты делал добрые дела, а к Богу не шёл, ты в следующей жизни не понимаешь, что с этим богатством делать. Тот, кто к Богу идёт, он это богатство для добрых дел отдаёт, понимаете? А если человек к Богу не шёл, он богатство получил, дальше пальцы веером. Он себя Богом начинает считать. Поэтому богатство без Бога нехорошо. Это очень опасно. Человек должен сначала утвердиться в вере, а потом стремиться к успеху. Иначе всё это богатство из него сделает вот эту вот лягушку-куакушку. То есть будешь понты кидать, а толку-то никакого нет. Я же вижу всё. Я пришёл к нему, смотрю его отношения с сыном, с женой. Сколько у жены любовников там. Я и не стал ему об этом говорить. Чем портить человеку жизнь? Сколько у него любовниц? Как сын к ним относится? Всё стало видно, понимаете? Нет между этими людьми счастья и нет между ними лада. Они враги друг другу. Потому что нет цели правильной в жизни. Нет духовных чистых интересов отношений. Есть просто коммерческий. И когда человек такой богатый теряет деньги, он становится никому не нужен. Вышвыривают его. Нафиг ты нам нужен. Понимаете? То есть такие семьи все разваливаются. Они все разлетаются в дребезги. Нет между ними любви. Нет единства. Нет ничего. Есть только вот эти понты, которые они все показывают, что у них такая крутая счастливая жизнь. Но если ты видишь судьбу человека, понты не помогут. Я пришёл и вижу, что за жизнь. Всё.